Доброе утро! Утро среды, как обычно, мы проводим в режиме спортивного прямого эфира. И сегодня главная тема, на которой мы ближайшие 60 минут сосредоточимся, это футбол. Ну, в российском футболе сейчас время затишья, период отдыха, сборов, трансферов. Про российскую премьер-лигу мы достаточно часто говорили и обсуждали, что происходит в командах, на которые можно посмотреть на лучших стадионах страны. Но у нас есть еще и футбольно-национальная лига, есть команды первого, второго дивизиона. И, соответственно, время поговорить о том, что происходит и там. Сегодня у нас в гостях Владимир Леонченко, человек, который, в общем, известен для многих и как футболист, и сейчас возглавляющий технический комитет ФИФПРО, и Дмитрий Кудинов. Это игрок когда-то Санкт-Петербургского «Динамо», хотя, наверное, у Димы в биографии есть достаточное количество клубов первого дивизиона. Дим, добрый день! Добрый день! Ну, насколько я поняла из нашей с вами предварительной уважаемой гости беседы, разговора счастливого и позитивного у нас, наверное, не очень получится. Потому что, когда мы обсуждали круг вопросов, то выяснили, что за что ни возьмись, это всегда проблемы. Это и стадионы, их состояние не самое лучшее, и стадионы для болельщиков не сильно приспособлены. Это и поля, на которых неудобно играть футболистом. В общем, о том, о чем накипело. Дим, вот самое главное ваше сейчас представление, что происходит в российском футболе, ну, пусть не обижается, но в низших дивизионах, не в премьерке. В большинстве команд нет достаточно достойного финансирования, чтобы клуб мог развиваться и показывать достаточно качественный футбол. Вот, как мы знаем, большие проблемы испытывает сейчас Алания из Луи-Кавказа, Спартак Нальчик, который буквально чуть-чуть вот еще и снялся бы с перенством, но каким-то образом они решили этот вопрос. Ну, и, безусловно, конечно, это поля. Это главная, наверное, актуальная тема, это переход на осень весна. То есть, если это все делалось под сборную, то ей это было удобно. Если касается команд первого, второго дивизиона, то играть, например, где-нибудь в Саранске, возможно, если там хороший стадион, но в Владивостоке, если там лужи по коленке, то, в общем, это насмех всему Ютьюбу и всему футбольному сообществу. Дело в том, что большие клубы-гранды в премьер-лиге, они обладают хорошими полями, хорошей инфраструктурой, и им как-то проще это переживается в момент. А клубы в первом и втором дивизионе, наверное, все-таки бюджеты у клуба не сопоставимы с премьер-лигой, и, соответственно, уровень полей и инфраструктуры достаточно ниже. Владимир, для вас вопрос, как для профессионала, вот то, что сейчас происходит со Спартаком из Нальчика, как вообще произошла эта ситуация, вернее, не как произошла, а как вы ее оценили, как специалисты? Потому что, в общем, на кону и тренеры, и игроки, и я думаю, что болельщики тоже оказываются в хорошем таком минусе. Ну, в первую очередь, игроки и болельщики становятся заложниками той ситуации, которая неоднократно уже повторялась, и на данный момент пока нет предпосылок, что она не будет повторяться в нашем футболе. Это вопрос финансирования клубов, использования средств, которые выделяются. Выделяются они в основном, что касается первого дивизиона из региональных бюджетов. 19 клубов, у нас ни одного клуба частного нет в первом дивизионе. Кстати, картина, на самом деле, в премьер-лиге, она примерно такая же. Там есть частные клубы Краснодар, Спартак, но, например, даже ЦСКА вынуждены обращаться за государственной помощью, Россети помогают в виде спонсоров, потому что одному клубу очень тяжело все это вытащить. Что касается Спартака Нальчика, то здесь я не рассматривал бы отдельно проблем первого дивизиона премьер-лиги. Ведь Спартак Нальчик в свое время выходил из первого дивизиона в премьер-лигу, а потом вернулся недавно, два года назад. И здесь как раз очень большая проблема для тех клубов, которые играют, скажем так, во второй восьмерке премьер-лиги, это боязнь вылететь в первый дивизион. Ну, в общем, да, всегда стоят задачи не вылететь. Мы говорим, что бюджеты клубов очень большие в премьер-лиге. Ну, минимальные сейчас, допустим, у Амкара примерно 20-25 миллионов в год, у Ростова 30 миллионов, это расходная часть. И когда клуб, ну, условно, X из премьер-лиги вылетает в первый дивизион, он вынужден значительно сократить свои расходы. И, представляете, три иностранца на поле, может быть, в первом дивизионе, а семь легионеров в премьер-лиге. А в заявке клуба премьер-лиги, их 13 уже, вот там большинство мы сейчас посчитали, средний, это сокращение по игрокам. Это очень сложный процесс. Но такие клубы, как Нальчик, они вылетают и обязательно ставят задачу же вернуться, правильно? Для этого нужны средства. Цифра, на которую вышли клубы первого дивизиона еще в 2008 году, это 20 миллионов долларов необходимо в год иметь бюджет, чтобы набрать игроков, занять первое или второе место и вернуться в премьер-лигу. Понимаете, какие-то расходы для дивизиона, который сегодня сам ничего не зарабатывает, потому что отсутствуют телевизионные права, спонсоры, которые вкладывают деньги. И отсутствует, самое главное, механизм солидарности, как это в ведущих западных лигах существует, например, в английской. В премьер-лиге солидарность с чемпионшипом, когда клуб вылетает, ему дают подушку финансовую, чтобы он там адаптировался, сократил расходы и выжил первый год. У нас ничего такого нет и разговор на самом деле на уровне лиг об этом не ведется. И здесь, конечно же, на фоне того, что еще клуб каждый решает самостоятельно, как ему выжить, большинство клубов очень большие вопросы у нас по расходованию средств. И будет сейчас возможность, я расскажу об изменениях, которые произошли в регламентах, которые направлены на то, чтобы сократить эти расходы и более ответственно к этому подходить. Ну вот буквально вчера информация прошла, что за бесплатного футболиста Нальчик за Медведева выплачивает не его агенту 20 миллионов рублей. Ну чудовищные цифры и абсолютно безответственность, кто этим занимается. Ну 60 миллионов, да, сейчас речь идет об этой сумме задолженности перед игроками и, в общем, общественность там сейчас поднимается на дыбы, скажем так. Ну вы знаете, договориться с футболистами, я думаю, Дима поддержит, это не самая большая проблема. И игроки Нальчика, мы с ними совсем связывали, сделали открытое письмо. Они готовы пойти на рассрочку платежей ради сохранения клуба. Частично, даже вот сейчас по ребятам договариваются, 50% может быть, то, что накопил за 2013 год, они готовы простить, идут переговоры. Но это доля, мы не знаем всей информации, потому что общая задолженность оценивается, в том числе и руководителями Нальчика, там 250-300 миллионов. А это, в первую очередь, расходы по трансферам выплаты другим клубам и, самое главное, расходы по агентам, которые не только в Нальчике, а вообще, по данным президента РФС Толстых, за прошлый год составили сумму выплат агентских. 100 миллионов долларов на два дивизиона, нашу премьер-лигу, первый дивизион. Вот вам сегодня основная причина, что клубы действительно не имеют никакой основы для своего существования, что деньги, которые вкладываются в футбол государством, уходят в песок, на самом деле. Отсюда причина старые стадионы, потому что нет обязательства их реконструировать, делать так, чтобы, например, трибуну построить тоже в Нальчике, легко возводимые за воротами, чтобы картинка была хорошая. Нет никакой института специального или механизма контроля качества полей, потому что Дим сказал, что в премьер-лиге получишь поля. Но мы после каждого тура проводим опору по премьер-лиге ведущих игроков. Результаты неутешительные в последние годы, картина не меняется принципиально, вы можете посмотреть. Не просто так вынуждены были играть «Динамо ЦСКА» на запасном поле. На запасном поле. Смотрите, вопрос Диме Кудимову. Смотри, Дим, мы смотрим твою послужную карьеру «Шинник», «Торпеда», «Анджи», «Луч энергия», «Авангард», «Салют». То есть ты прошел практически все команды первого дивизиона. Есть клуб, где по-другому относятся к футболистам, есть клуб, который, можно сказать, примерным. Там все хорошо или таких нет? На этот вопрос трудно ответить. В любом обществе, в котором ты находишься, есть свои положительные стороны, есть свои отрицательные стороны. Но где футболист стоит на первом месте, где его интересы соблюдаются, и где, как сказал Владимир, деньги не уходят в землю и не в агентские карманы, а именно все идет на инфраструктуру, на футболиста, на команду? Ну, в тех клубах, где я был, наверное, такой тенденции прям сильно не проглядывалось. Вот. Ну, единственное, что могу сказать, это вот луч энергия очень положительная относится к ребятам, к футболистам вообще. Также вот в Sky Energy, хоть и, соответственно, там существуют какие-то определенные проблемы, но тоже... Но это общая тенденция в российском футболе или это мировая, что футболист это человек где-то там на последних ролях, самое главное сначала свои там деньги где-то поймать, а потом уже подумать об игроках? Ну, я не думаю так, нет. Нет, я не имею в виду клубы с именем типа Баруси или там, например, Бавария, я имею в виду как раз вот клубы, которые играют дивизионами ниже. Нет такой информации? Я думаю, что нет. Владимир, вы как считаете? Вы знаете, главное отличие, на мой взгляд, это экономика, которая есть в западных клубах, в западных лигах, где стараются зарабатывать на футболе за счет болельщиков и, конечно, за счет футболистов, потому что в отличие от других отраслей вообще жизнедеятельности человека, футболист в футбольном клубе это актив, который можно купить, можно продать. Владимир, давайте буквально на секунду прервемся об экономике в российском и иностранном футболе, буквально через пару минут, сейчас у нас новости. Возвращаемся в студию, сегодня говорим о том, что происходит в футбольной национальной лиге, о том, как живут и, к сожалению, выживают клубы первого и второго дивизиона. У нас есть какие-то позитивные тенденции по отношению к футболистам и к стадионам и к болельщикам в премьер-лиге. И, увы, как мы сегодня понимаем, то, что происходит в низших дивизионах, не радует ни специалистов, ни самих игроков. В гостях у нас сегодня Владимир Леонченко, председатель и член технического комитета ФИФПРО и Дмитрий Куденов, игрок как раз команд первого дивизиона. Еще раз вас приветствую, дорогие гости. Владимир, мы с вами заговорили про экономику и принципиальное отличие от того, что происходит в российском футболе и иностранном. Если можно, продолжите мысль. На Западе перед клубами стоит больше частного капитала и стоит вопрос заработать. Соответственно, игроки расцениваются как актив и отсюда отношения. Не идеальная ситуация в Европе, особенно восточной. Во многих странах ситуация гораздо хуже, чем в России. Сейчас, если мы с западной страны возьмем Испанскую лигу, там большие финансовые проблемы. Но, тем не менее, подход несколько иной. У нас, в большинстве клубов, футболиста сегодня очень легко взять. То есть, если ты имеешь деньги, ты его берешь, потом через полгода оказывается, что он тебе не подходит. И здесь самый сложный вопрос возникает для менеджера. Как расстаться с ним, для руководителя клуба, если он тебе не подошел. Вопрос еще к селекционеру и к товарищу, который занимается в клубе селекционной политики трансферной. Зачем его брать? Просто чтобы был? Чтобы в заявке было 25 нужных игроков? Ну, в заявке у нас, к сожалению, гораздо больше игроков. Потому что игр-то у нас на самом деле немного. А если мы посмотрим заявку первого дивизиона, то Алане, который терпит бедствие, по-моему, 33 или 34 игрока в заявке. Я работаю в Хару, вся Рута Ярла. Понятно, что такое количество ребят просто не может выходить на поле. И нет ответственности за тех игроков, которые ты берешь. Потому что, ну, не подошел, на лавку посадил его, он тренируется вместе с командой. А у человека полгода раз и ушло. Не только полгода, еще же важен срок, на какой заключаются контракты. Но если у тебя подтвердили бюджет, дай бог, на год, то как ты можешь заключать на два года? Соответственно, сегодня большая проблема всех клубов практически, это то, что контракты футболиста ничем не подкреплены, не гарантированы. И если клуб сегодня снимает соревнования, как это было с Сатурном, например, или как может произойти с Нальчиком и Аланей, то никаких других активов, базы, стадионы, ведь стадионы не принадлежат клубам. Ну, как правило, это владельцы области регионов. Дай бог, чтобы был автобус, на котором ездит команда, передвигается, чтобы его можно было продать. Поэтому контракты футболиста на самом деле ничем не гарантированы, и они не подкреплены, самое главное, доходом клуба реальным и доходом лиги. И поэтому, когда мы говорим о первом дивизионе, если доходов у лиги нет, то мы прямо говорим нашим футболистам, и очень часто ребята консультируются, мы просим их об этом. Вы идете в тот клуб, мы вам скажем, какая ситуация, какие задолженности, потому что точно так же, вот сейчас трансферное окно, многие клубы в первом дивизионе закрыта заявка, но им нужен срочный игрок. Вот как-то они там передоговорятся, еще имеют долги перед теми, которые у них есть, игроками, но возьмут еще несколько человек. И этот процесс мы должны совместно с лигами, с РФС, за счет изменений в регламенте, лицензирования, наконец-то остановить. — Дим, вот у меня складывается впечатление, что игрок — это некая такая разменная монета между клубами, и договариваются селекционеры, тренеры между собой, они разыгрывают этого игрока так, как им удобно. Нужно кого-то с кем-то поменять, о чем говорил Владимир, нужно каких-то денег там, может быть, отмыть, да простят меня те, кто этого не делает. Вот вы себя чувствуете какой-то такой вот марионеткой, которую двигают кто куда хочет? — Ну, безусловно, у каждого футболиста, наверное, должен быть протеже, чтобы игрок занимался своим делом, непосредственно играл в футбол, да, и за ним стоял человек, который занимался его бы делами, да. Есть, я думаю, честные люди, которые исполняют честно свою работу, это идут на уступки игроку, делают ему хорошие предложения, находят хороший клуб, ведут открытый разговор, да, диалог. А есть, наверное, такие люди, которые, к сожалению, портят. — Ну, это к вопросу об агентах. Бывают агенты честные, а бывают агенты не очень. Как отличить, вот по вашему разумению, как понять, кому нужно идти? Вы идете в ФНЛ, вы идете в РФС с этими вопросами, вы спрашиваете у своих коллег из других клубов, с кем можно поработать, как тут происходит процесс? — Ну, безусловно, футбольный мир тесен, и, конечно, мы между собой все общаемся, где-то нам помогают старшие товарищи, которые уже, так скажем, отыграли, отбегали свое, и более опытные в этом вопросе. К ним обращаемся за помощью, за советом, за поддержкой иногда. А так, конечно, нужно с агентом выстраивать доверительные отношения. Только так. — На ваш взгляд, сколько действительно профессионально работающих агентов, которые ратуют за футболиста, которые берут разумные деньги и делают все для того, чтобы игроку в первую очередь было комфортно? Такие люди, в принципе, есть в российском футболе? — Ну, я думаю, что есть. — Но их немного. — Ну, я всех агентов не знаю, поэтому трудно ответить. — Вам повезло с агентом, Дим? — Думаю, что да, в какой-то степени. — Угу. Владимир, есть что-то добавить по поводу агентской сети? — То, что мы объясняем ребятам всегда, и в первую очередь молодым игрокам, принцип работы с агентом. Важно понимать, что футболист берет на работу агента, а не агент нанимает футболиста. — У нас наоборот? — У нас очень часто, и вот растет новое поколение футболистов, зависимость гораздо меньше, но предыдущее поколение, оно практически, особенно в высших эшелонах, оно было целиком... В очень многих вопросах зависимо, потому что из-за различных схем во многие клубы просто нельзя было попасть без агента. была такая ситуация. И сейчас с 1 января наконец-то вступили поправки в агентский регламент, который очень жестко ограничивает клубы, потому что проблема-то не в агентах на самом деле, а проблема в клубах, как они работают. И клубы теперь могут платить не больше 10% от валового дохода игрока или от трансферной суммы. — Именно агенту это судить? — Именно агенту, потому что что происходило раньше, допустим, даже агент игрока, он говорит, «Ну, я с тебя денег никаких не буду брать, я пойду с клубом договорюсь». Или даже вот как сейчас открывается ситуация с Медведевым и с Нальчиком, футболист вообще даже не знал, что кому-то выплата будет. Его агент отказывается от каких-либо выплат, а третьему лицу клуб видит, что подходящая ситуация, делаются такие выплаты. — Послушайте, но это беспредел какой-то. — Да, и для этого как раз есть ограничения для клубов по выплатам не больше 10%, и самое главное для прозрачности. Самая главная прозрачность должна быть в футболе. Сделки по английскому образцу клубы будут обязаны в момент подписания контракта с футболистом заполнять платежную декларацию, в которую будут указывать, кому и сколько они по переходу, переподписанию контракта с игроком заплатят или какие обязательства они уже имеют именно по переходу футболиста. — Кто становится агентом? В моем представлении это человек, который закончил уже с футбольной карьерой, и у него есть шансы пообщаться с одним, например, исполнительным директором клуба с другим, и он постепенно нарабатывает свою какую-то такую клиентскую базу и клубов, и игроков, но нет профессионального образования, уже нет профессиональных агентов, которые много лет этим занимаются, которые опытные, которые юридически подкованы. То есть это люди, которые, в общем, решили, что они могут этим человеком стать. Ведь так? — Вы знаете, агентский бизнес — очень непростая сфера деятельности. Действительно, ты должен, во-первых, обладать и специальными знаниями, поднимать, определить качество игрока, его уровень, на что он может претендовать, как карьеру. Самое главное для агента — помочь футболисту развить свою профессиональную карьеру. Конечно, должны быть юридические знания, или должен обязательно быть в агентстве юрист профессиональный, который представляет игрока в переговорах. Попросите агентов, у кого у них есть юрист, они иногда пользуются ими, когда споры возникают, обращаются, мы этих юристов тоже всех знаем. Их, на самом деле, в спорте не так много. И, конечно, это сегодня сложная сфера деятельности. Но что еще важно для футболистов, которые заканчивают карьеру, и мы сегодня видим, у нас катастрофически не хватает детских тренеров. И футболисты сегодня практически не идут, не передают свой опыт профессиональный, который они могли бы быть. Но не мне вам рассказывать, сколько получает детский тренер. Правильно, потому что сегодня пойти... А часто они идут, даже не агентами работают, а помощниками у агентов, которыми еще там встают определенные лица. И там-то заработать за одну сделку можно гораздо больше. Фактически зарплату, которую детский тренер получает за год. Вот сегодня чудовищное несоответствие дохода в отрасли. То есть фактически тренер, который может 8-7 лет готовить тренера, детский тренер, он по нашей системе, да, мы вносим туда поправки в регламент, который очень тяжело работает, ничего не получает за своего игрока. Вот смотрите, сидит Дмитрий, 28 лет от роду, для которого, наверное, сейчас важно заключить новый контракт, поиграть. Но я думаю, что, Дим, ты уже задумывался над тем, кем быть дальше. Ты когда-нибудь мог себе представить, что ты хочешь пойти работать детским тренером? И самое главное, ты сопоставлял ту сумму, которую ты сейчас получаешь в качестве игрока, и ту, которую ты будешь потом получать, когда пойдешь работать в ДУИ США? Безусловно, это печальная история, да, так можно сказать. Потому что на данный момент детский тренер, как сказал Владимир правильно, получает намного меньше, чем футболист. И, соответственно, идти туда работать, если ты сильно любишь свое дело, и если успел заработать за свою карьеру достаточное количество денег, то ты пойдешь туда работать и будешь заниматься своим любимым делом, давая шанс детям найти себя в этой жизни. А если ты не заработал достаточное количество денег, то я не думаю, что туда стоит идти на данном этапе. Вот поэтому появляются футболисты, которые сначала выходят из своих региональных команд, поднимаются выше-выше, а к 36 годам, когда уже карьера уходит с пика, они опять возвращаются в свои клубы и сидят там, и занимают места тех молодых игроков, которым хочется поиграть. Но их не пускают, потому что есть ветераны, и они должны отыграть, потому что их знает народ, знает публика. В общем, какой-то, на мой взгляд, замкнутый круг у нас получается. И ничего пока радостного и перспективного я не вижу. Даже дело здесь не в ветеранах, потому что любой тренер скажет, должен быть разумный баланс между опытными игроками, молодыми, среднего возраста, без опытного игрока на поле молодым футболистам очень тяжело. Согласна, должен быть дядька, но он один. Но здесь, почему сейчас мы такие не очень хорошие перспективы имеем, потому что закрытые вообще места оказались для молодых игроков. Вот они у нас выходят, юношеские сборные, ребята перспективные, но они потом не получают практику в своих клубах. Сегодня первый дивизион не выполняет основной свою спортивную функцию, он не готовит игроков для премьер-лиги. А почему это происходит? Не только из-за уровня соревновательного первого дивизиона, но и потому что места в премьер-лиге заняты. Мы говорим, и многие говорят о лимите на легионеров, но это какой-то уже вот в том виде, в котором он существует, его просто надо убрать. Потому что, когда мы говорим 7 плюс 4, 6 плюс 5, многие не понимают, что не в этом дело. 6 плюс 4, 7 плюс 5. А как должно быть, по-вашему мнению? Когда нет ограничений для легионеров, которые находятся в заявке, а их сегодня 216 на премьер-лигу, и вот сейчас зимнее трансферное окно, еще будут брать футболистов иностранных. Почему? Потому что клубы конкурируют между собой, а те за эти 5-6 лет, которые существует лимит, российских игроков, которые сейчас способны конкурировать, не подготовлены. И сегодня ребяток из первой дивизионы не переходят в премьер-лигу, из клубов условно второй восьмерки не переходят в клубы, которые борются за чемпионство. Вся эта система, лесенка, которая раньше работала, она сегодня сломана. Но, к сожалению, да. Я думаю, что после того, как Дима был заигран за наши юношеские сборные, наверняка был шанс и дальше куда-то вверх подняться. Но тоже, может быть, посреди дороги стояли легионеры или не было такого, Дим? Для вот лично тебя. Ну, в то время, когда я, наверное, поднимался по этой лестнице, вопрос легионеров, по-моему, не стоял. Они были, да, как таковые, но так остро не ощущалось, наверное, как сейчас. Но, на самом деле, мы затронули достаточно болезненную тему, потому что для меня это боль и ужас, когда я смотрю на российские клубы откуда-нибудь из глубинки, вдруг вижу там бесконечные фамилии африканцев и южноамериканцев. Но вернемся к ней буквально через минутку. Возвращаемся в студию. По-прежнему мы обсуждаем все то, что происходит в футбольной национальной лиге. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Кудинов, игрок команд 1-й дивизиона и Владимир Леонченко, председатель и член технического комитета ФИВПРО. Проблема легионеров актуальна. Сколько, по Дим, твоему мнению, может быть в команде одновременно и в заявке, и на поле игроков иностранного происхождения? Я не берусь браться оценивать, сколько должно их быть. Мое личное видение, как это будет. как действующего спортсмена-футболиста, их качество. Это, наверное, тоже актуальная тема, потому что их может быть и 3, и 5, но не все из них показывают достойный футбол, который приезжает в Россию. То есть в основном они приезжают, как-то что-то у них здесь не складывается, они, так скажем, есть такое выражение, как отбывают номер. А какое количество должно быть, я не берусь даже брать. Ну, смотрите, та же самая история. О чем говорил Владимир еще в самой первой части? Когда берут игрока, понимая, что он не подходит к команде, он сидит на скамейке, потом его отправляют, деньги уплочены, что называется, игрок никому не пригодился. Вот та же ситуация может же повториться и с иностранцем. Берут-то по большому счету кота в мешке. Одно дело, когда ты посмотрел его где-то там в интернете пару матчей, другое дело, когда он пришел и попытался влиться в команду, а он не вливается. Ну, вот об этом речь. Просто мое личное мнение, да, почему бы, допустим, не брать драгословующего игрока из-за рубежа приглашать, да, которого средний уровень, допустим, игры. Почему на эти же деньги нельзя взять молодое поколение и их воспитывать? Вот, тем более... Потому что места закрыты, потому что... Да, был хороший анализ на чемпионат-ком сделали по легионерам, которые играли в Алании. Их количество и самое главное качество, оно очень показательно, когда и количество сыгранных матчей здесь, в премьер-лиге, сколько они провели на поле, сколько забили, отдали. И самое главное, когда команда перешла в первый дивизион, с ними же надо было расставаться. Я вам скажу, некоторые команды не могут найти. Не то, что устроятся в хороший клуб. А это говорит о том, что эти футболисты не востребованы на рынке. Поэтому здесь, на наш взгляд, есть два пути решить эту проблему. Первый, конечно, через ограничение в заявке количества легионеров. То есть, в премьер-лиге мы не можем резко ограничить, потому что есть обязательства по контрактам. Но условно это может быть 10 плюс 15 первый год с неограниченным количеством на поле, с постепенным сокращением до 8 и 6. Но на поле должна быть тогда уже у тренера не болеть голова, кого там ставить правым защитником, иностранца на иностранца менять. Все, вот есть обоим, и они, ребята, между собой конкурируют. И самое главное то, что есть опыт западных чемпионатов, тоже Голландия. Есть экономический рычаг, чтобы повысить качество. Мы сегодня не можем ограничить, например, сборными, потому что игроки сборной, как в Англии это делается, они очень дорого стоят. А с другой стороны, мы имеем сербо-хорватский рынок, где очень часто специально заиграют за сборную футболистов, чтобы их потом подороже продать. Это тоже известно абсолютно. Хороших сборных сегодня 10-12 в мире, чтобы имели представление. И здесь как раз в Голландии придумали механизм экономический. То есть, ты хочешь брать иностранцев, но плати там 500 тысяч евро ему зарплату официально. И тогда менеджер клуба задумается, может быть, я буду своему платить 250, а не буду брать 500, платить официально иностранцу. И есть там еще механизм, который, если ты его взял, и этот иностранец тебе не играет, а тогда ты денежки еще в федерацию отчислил. За то, что ты его взял, он у тебя сидит. Да, дайте мы на эти деньги подготовим своего иностранца. Поэтому эти все механизмы, этим надо заниматься. Заниматься срочно надо. Ну, смотрите, на самом-то деле получается пока замкнутый круг. У нас есть менеджер, который хочет, может быть, взять игрока российского происхождения, но для этого ему нужно оторвать собственное тело и поехать посмотреть по клубам и по командам, которые готовят вот этих молодых игроков. Те, которые специализируются именно на резерве. Например, тот же самый Краснодар, да, где есть школа, где берут от 9-10 лет и ведут ребят уже дальше. Потом таких команд немного. Это раз. А во-вторых, опять-таки, они сталкиваются с тем, что играть им негде. Да, их вырастил Галицкий, да, у него хорошая база. Они приходят, я не знаю, куда угодно. Они говорят, ой, вы знаете, у нас вот тут вот пяток легионеров сидит, нам некуда поставить вашего таланта. У Галицкого, между прочим, он сталкивается с теми же самыми сложностями у него в составе, вернее в заявке, 14 легионеров. То есть у него не все благополучно. И сегодня ни один клуб, в том числе и частный, когда идет борьба за призовые места, не будет рисковать ставить молодого центрального защитника российского. Ни один клуб сегодня не рискует. Вот позапрошлым году Бурлак отыграл сезон. Локомотив, помню, Локомотив, по-моему, шестое или седьмое, восьмое место занят. Сейчас Локомотив борется за чемпионство. Ну и Бурлака тут же купили. Бурлак сидит на лавке. Это шанс, что сейчас в Казани появился тренер, который его знает, и который Беллидинов умеет работать с молодыми игроками, которых все многие, кто играет сейчас в Премьер-лиге, он уже с ними сталкивается либо во второй сборной, либо в Локомотиве. Но там тоже же вопрос с него будет требовать результаты, если Бурлак не будет соответствовать этому уровню. Но один матч, по-моему, Тарас сыграл в этом сезоне, по-моему, один гол забил. То есть там похвалиться нечем пока. Так в этом-то вопрос. А кроме Бурлака у нас сегодня из центральных защитников моложе 90-го года, нет ни одного. Это к вопросу о том, кто сменит Игнашевича в сборной. Но это к вопросу о том, что сейчас нужно капелло из кого-то выбирать, а там тоже засилье. В том же Локомотиве даже капитан, извините, бразильского происхождения с повязкой играет. А что нет своих? Нету, к сожалению. Ну, здесь как раз мы имеем период 5-6 лет, который все это происходило, с 8-го года, с 7-го примерно. Постепенно клубы, бюджеты клубов росли, они могли брать иностранцев все больше, больше, платить большие зарплаты. За ними же тянулись зарплаты наших игроков, которых становилось, как мы знаем, все меньше. То есть была конкуренция, вот ограниченный круг футболистов российских. И молодые туда очень с большим трудом пробивались. Поэтому сегодня есть дефицит, и его за один сезон очень сложно исправить. Ну, смотрите, та ситуация, о которой мы с вами заговорили, про сборную, она ведь действительно на поверхности. Спасибо Капелло, который пришел и вывел нас на чемпионат мира, но есть еще команда Писарева, которая бьется-бьется и с переменным успехом то вверх поднимается, то вдруг проигрывает какие-то достаточно странные матчи. Это ведь тоже проблема, у которой растут ноги из тех же самых корней. Негде тренироваться, негде играть. Да у Писарева команда, которая сегодня ни один из игроков не играет постоянно в составах премьер-лиги. Никогда такого в нашем молодежном футболе не было. Вот Писарев оказался в финальной части чемпионата Европы в Израиле. В группе была сборная Германии, Испании и Голландии. Класс. Там по 6-8 человек, которые проводят 30 матчей уже за своей командой, некоторые за топ-клубы. А у нас в этом составе тогда еще мы считали Загоев, Кокорин, Петров, Краснодар и еще один футболист, которые провели больше 20 матчей за сезон. И пальцы на одной руке еще остались свободными. Остальные ребята мало имеют игровой практики. Невозможно научить футболиста играть в футбол, имея хорошие академии, если он не будет играть во взрослый футбол на уровне первой лиги или премьер-лиги. Но на самом деле, да, вопрос, конечно, формирования сборной. Это... Дим, что скажешь по поводу того, как играют наши в молодежке и как играют наши в итоге потом и уже в сборной страны, которая основная, да, считается? Ну, вопрос, наверное, психологии все-таки тоже заключается, что попадая в молодежную сборную, ты стараешься проявить, показываешь, показываешь. И некоторые таланты, они гасли звездочки эти, потому что вроде считали, что много добились уже, уже добиваться нечего. Где-то, наверное, в свое время я таким был. Это, наверное, через каждый футболист проходит. И останавливаешься на том уровне, на который ты достиг. И все вроде уже стремиться никуда-некуда, уже вроде достигать нечего. И начинаешь гаснуть. И вот этот рубеж между молодежной сборной России и основной сборной России уже ты не проходишь. Но это было тяжело, когда ты вдруг понял, что твоя карьера в сборной, она, в общем, завершилась практически на ее первоначальном этапе. Или ты, в общем, сам себя только винишь в том, что, может быть, где-то там звездная болезнь тебе помешала. Может быть, вот когда ты не сделал упор на саморазвитие, это тоже оказалось таким вот фактором со знаком минус. Всегда причину нужно искать в себе. Кого-то винить, это бессмысленно. Только ты? Только ты виноват? Только я. Только я. Ну и, конечно, безусловно, какие-то потусторонние факторы. На самом деле, конечно, очень хочется, чтобы вот те ребята, которые, дай бог, сейчас на Европе, на молодежке себя проявят, они потом вернулись в свои клубы и принесли тот опыт, который они получили, играя в сборной, своим же ребятам, которые пока не попали в эту сборную, которые, может быть, только пока об этом мечтают. Но не факт, что вернувшись своей командой, они получат место в составе. Только потому, что они когда-то играли за сборную Россию, они точно так же могут сидеть на банке и счастливо смотреть, как молодой, перспективный 28-летний футболист все еще по-прежнему на поле и все еще по-прежнему занимает его место. Я вам скажу, почему вот даже с югославским рынком нам очень тяжело, экс-югославским. Я так обобщаю конкурировать, потому что он действительно построен на экспорт. И они сегодня, если, вот я еще был молодым футболистом, у нас много было игроков в Южной Корее играло. Футболисты мы были востребованы в западных клубах. То есть сегодня у нас, ну, единицы, если куда-то уезжают в другие страны. Но ребята из бывшей Югославии, они очень востребованы. Почему? Потому что они как раз, помимо своих юношеских сборных и неплохой подготовки в школах, они 18-19 лет начинают играть сегодня за своей командой в своих не самых сильных чемпионатах. Но если мы посмотрим даже второй дивизион, вот показательная, на мой взгляд, история Ставрополя. Вспомните Павлюченко. Павлюченко появился в Ставрополе во второй лиге. 18 лет играл в составе и забивал там. Потом он оказался в Ротаре, потом он оказался в Спартаке. А сегодня уже в Ставрополе клуба нет. А так подобные клубы Ставрополь, проанализируйте, ведь будет время. Сколько местных воспитанников играет во второй лиге. Сегодня молодому футболисту и во второй лиге тяжело пробиться. Катастрофическая нехватка, я заканчиваю. Рабочих мест для такого количества выпускников школ не хватает профессиональных клубов или хотя бы полупрофессиональных. Потому что на уровне КФК много команд, даже в Москве. Но они даже не стремятся туда попасть, потому что финансово очень невыгодно попадать в профессиональный футбол. Только продолжу вашу мысль. Мы с Димой знакомы еще из Курска, когда он играл за «Авангард». И нас особенно в пресс-службе заставляли акцентировать внимание, что на поле вышел воспитание курского футбола. Их было три человека. И до сих пор там в 24-25 лет они считаются молодыми и перспективными. То есть эта фраза, к сожалению, она имеет под собой реальные основания. А некого больше позвать. Потому что те же игроки, которые выросли когда-то, они не хотят идти детскими тренерами. У них денег, к сожалению, не хватает для того, чтобы прокормить свою семью. А в итоге мы... Ну, в общем, то, к чему мы пришли, то у нас сейчас, к сожалению, есть. Знаете, есть еще одна проблема, которая существует, к сожалению, в российском футболе. Это договорные матчи. Вот на мой взгляд, человека, который никогда не играл в футбол в профессиональной футбольной лиге... Вот первый и второй дивизион это место, где те же игроки могли бы получать шикарный опыт. Где они могли бы учиться, где они могли играть за футбол, за команду, за идею. Но мы говорим о том, что эти дивизионы самые, простите меня, продажные. Как так получается? Я, может быть, идеалистически рассуждаю, и мне хочется видеть идеальную картину, а получается совсем по-другому. Ну, вы знаете, честная спортивная конкуренция и количество матчей, которые ты проводишь в сезоне по-настоящему, да, вот, выкладываясь на сто процентов, оно должно быть максимально для роста футболистов. И я вам могу сказать, футболисты не хотят, и мы неоднократно это говорили, не хотят играть договорные матчи. Они сегодня очень часто становятся заложниками этой ситуации. То есть их заставляют? Ну, можно сказать и так. Давайте о том, как обстоят ситуации и дела с договорными матчами через минутку. Неумолимо и просто катастрофически бежит время. Проблем много, обсуждаем мы, в общем, бурно и жарко. Владимир Леонченко у нас сегодня в гостях и Дмитрий Кудинов о том, что происходит в футбольной национальной лиге. Возвращаемся к разговору про договорные матчи, к разговору о том, что происходит с футболистами. Дим, ну, наверное, к тебе вопрос. Были случаи, когда заставляли, коль Владимир сказал, что иногда сами игроки, сами футболисты хотят честной спортивной борьбы, но их заставляют. Такое было? Такое было, но тут чисто футболист должен принимать решение. Это, наверное, лежит на его совести. Прежде всего, принимать это решение или не принимать. С другой стороны, если ты, наверное, рассуждать на эту тему, если ты принимаешь это предложение, которое тебе навязывают, здесь два варианта. Либо ты соглашаешься тем самым, угождаешь людям, которые тебе это говорят. Либо ты идешь, ставишь свою жесткую позицию и отказываешься от этого. Но в этом случае у тебя могут возникнуть проблемы. Ну, смотрите, как мне кажется, договориться с одним футболистом нет никакого смысла. Это должна быть группа игроков. Например, там, вратарь обязательно, какой-то из защитников, коль ты, Дим, играешь на позиции защитника, ну, и, может быть, там, хавбэк. Вот если все вместе принимают такое решение или каждой отдельности, ведь нельзя или выиграть, или проиграть матч одному человеку? Я скажу так, что я с этими делами не особо знаком, как это все происходит и как это все выглядит, сколько человек в этом принимает участие. Вся команда, один человек, два человека, я не знаю. Поэтому мне на этот вопрос очень сложно ответить. А я вам лучше скажу положительный опыт. Когда Дима правильно сказал, что зависит от футболиста, и очень важно, когда в команде коллектив. Есть и был положительный опыт, когда и команда... Была угроза, скажем так, договорного матча, я не буду называть какой клуб, но футболисты вместе с тренером приняли решение, они отыграли его нормально абсолютно. У нас такой опыт, я могу сказать, и в торпедо был. Всегда, когда какие-то люди там пытались выходить или еще что-то, мы играли все равно на победу. Не обязательно ты этот матч выиграешь, потому что там другие вопросы могут, судейство быть не очень хорошее. Но действительно очень важно сегодня иметь коллектив. И сегодня степень влияния, например, лидеров команды, как это раньше было, капитанов наших клубов, она значительно снизилась, потому что мы во многих клубах имеем такую разрозненную футбольную семью. Кто-то там из бывшей Югославии, из Африки, Бразилии. И очень редко, когда футболисты одной команды могут не только даже по вопросам договорных матчей, по другим, занимать такую единую позицию и говорить об этом. Потому что действительно сегодня все очень дорожат своими контрактами и боятся, что если, не дай бог, с этим клубом что-то не получится, я больше такой контракт нигде не получу. Это сегодня основная сторона такой незащищенности футболистов. Но смотрите, если мы говорим про договорные матчи, то, как правило, есть люди, которые их предлагают, потом каким-то образом информация проявляется в СМИ. Вот было несколько показательных, что называется, порок, и после чего эта тема постепенно сходит на нет. Потом она опять для, я не знаю, для поднятия интереса, она опять всплывает, потом опять все это утихает. Но договорные матчи как были, так они, к сожалению, и продолжаются. И если мы об этом не слышим и об этом не пишут в интернете, то это не значит, что их нет. А если ты приезжаешь на какой-то матч и ты явно понимаешь, что кто-то сдает, ну и сдает, и сдает. Каждый решает свои локальные задачи. Как-то с этим бороться можно? Ну, не просто так. У Ефа озабочена этой проблемой. И отслеживается постоянный как раз уровень вот этих ставок, которые в основном идут с азиатского рынка на матчи. Причем ставки идут в различных чемпионатах разного уровня. И вторая лига, на второй лиге там люди могут зарабатывать. Это одна из проблем. Конечно, другой вопрос, что, наверное, пример Италии здесь показательный. Здесь не должно быть никаких авторитетов. Здесь должна быть очень жесткая позиция всех. И даже, мы помним, полиция не постеснялась приехать на базу сборной Италии и опросить футболистов. Такого у нас мы сегодня представить не можем, что сегодня все участники могут прийти и дать или не дать показания. Поэтому здесь как раз то, почему я говорю, что очень часто от футболистов не так много зависит. Другой пример есть. У нас была конференция, как раз посвященная Black Book из Восточной Европы, к которой мы собирали информацию. Переехал футболист из Сербии, и он не постеснялся сказать о том, что происходит в Сербии с договорными матчами. Так там была потом такая атака федерации на него. Его ни один клуб не брал. И только через год он смог устроиться на работу. Нет, ну так история с падением тренера Вышнего Волочка, она в общем тоже показательная. Человек один рассказал и тут же потерял все свои возможные, даже предполагаемые места работы. А это, возвращаясь все равно к вопросу финансовому, на этом лига теряет. Потому что можно зарабатывать на зрелищных матчах интересных, когда непредсказуемый результат борьбы. Потому что сегодня уровень развития футбола, он позволяет командам, может быть, менее, обладая сильными футболистами, но за счет тактических каких-то вариантов. Отнимать очки у грандов, что часто происходит во всех чемпионатах, в том числе и в нашем. И тогда круг кандидатов за борьбы за верхние места или на вылет, наоборот. Вот очень хорошее, наконец, изменение то, что произошло, это стыковые матчи, когда расширяется круг кандидатов в премьер-лигу и команда с меньшим бюджетом может все равно иметь шанс туда попасть. Поэтому здесь как раз финансовые рычаги, спортивные, чтобы не было команд, которые просто отбывают, уже там набрали определенное количество очков и сидят там в середине турнировой таблицы. Все это в комплексе должно работать. Но вы вообще, конечно, хорошую тему затронули относительно зрелищности и в том числе трансляций футбольных. Ну, не каждый раз я буду смотреть, например, матч «Скай энергия» «Газовик» непосредственно на поле. Я, например, включаю в прошлом году, да, по-моему, кто-то показывал эти матчи. Но ведь на самом деле для того, чтобы смотреть российский футбол в исполнении команд первой дивизиона, нужно быть очень большим гурманом. Да простят меня игроки, которые там выступают. Разве вы со мной не согласны, Дим? Вот ты бы человек в здравом умеет твердой памяти играющий за команду, например, «Скай энергия». Стал бы смотреть матчи в Сибири и «Химика». Ну, я стараюсь просмотреть все матчи первой дивизиона. Ну, тебе с точки зрения профессионала, чтобы смотреть как футболиста. А по другому каналу в этот момент показывают финал Лиги Чемпионов, показывают, например, Барусию, Баварию, я не знаю, кого угодно. И там раз, торпеда московская со «Скай энергии». Нет, я могу сказать, показывают же вторую Бундеслигу. И мы видим посещаемость во второй Бундеслиге немецкой. И качество игры, я не могу сказать, что там что-то такое сверхъестественное. Но там есть борьба, там есть полный стадион, там есть хорошая картинка и желание выиграть у одной и другой команды. Это главное для спорта. И сегодня, если мы говорим о первой лиге, ну, посмотрите, каждая команда представляет собой большой регион. Да, конечно. Некоторые регионы больше, чем Португалия, например. Почему? Португалию сегодня может обеспечить футболистам. Готовите, да, их, они востребованы. Из ведущих португальских клубов с удовольствием тоже Зенит покупает игроков за баснословные деньги. А почему мы сегодня не можем поставить себе хотя бы такую задачу, изменить ситуацию в футболе? Я думаю, что у нас возможности, мы вернемся к разговору, например, когда возникла идея с объединенным чемпионатом. У нас возможности внутри. Россия сделала две лиги сильные, на самом деле есть. При том, что государство вкладывает уже по результатам 2013 года, финансирование профессиональных футбольных клубов, полтора миллиарда долларов. Это громадные деньги для того, чтобы поднять лиги. А лигами никто не занимается. Вот вы, даже почему я спрашивал, не буду скрывать, когда приглашают на какие-то передачи, я говорю, а будет кто-то от лиги? Вот мы разговоры ведем, есть игрок, есть представители игрока. Кто-то от лиги-то будет? С кем разговаривать? А лига не идет на контакт? Да, к сожалению. Ну, мы 50, практически 5 минут говорим о проблемах. Давайте хотя бы 5 минут посвятим тому хорошему, что может быть есть. Что в ФНЛе, в первых, вторых дивизионах вам нравится, чему вы радуетесь и ради чего вы, собственно, ходите на футбол, играете в футбол и то, что доставляет удовольствие, Дим? Я занимаюсь своим любимым делом, и это мне уже приносит удовольствие. Сама атмосфера, эти переезды, эти перелеты, смена городов, смена часовых поясов. Это все имеет даже с собой, так скажем, какую-то романтику. Не, ну нормальные люди жалуются, как-то нужно каждую неделю летать. Во многих городах интерес есть, люди приходят на стадион. Там многие клубы пытаются в силу своих возможностей, там сейчас 5-6 клубов, которые не имеют задолженности перед игроками, пытаются со стадионами что-то сделать, чтобы это было в порядке, ставят задачу выход повышения. То есть это есть, но это сегодня, опять же, вопрос, каждый клуб самостоятельно находится вот в этой ситуации, в этом чудовищном рынке, который мы сделали. То есть у нас, как правило, у клубов нет такой вот хорошей одной команды, которая один за все и все за одного, о чем вы говорили, равно как и во всей лиге и во всем дивизионе нет единого коллектива команд. Нет нормального регулирования и управления на уровне лиги. Ни спортивного, ни медиа такого регулирования, которое будет позволять создавать хороший продукт для того же телевидения. Смотрите, из 5 минут, которые мы собирались посвятить хорошему, мы все равно полторы минуты про хорошее. Нет, я согласен, Дима, я до сих пор, как тоже бывший футболист, это ощущение, когда у ребят есть возможность играть, когда ты выходишь на зеленое поле, а там еще есть болельщики, ну все, это самое главное, ради чего все 10 лет в футбольных школах. Представляете, путь профессионального футболиста, 10 лет в футбольной школе, потом 3-4 года у всех по-разному пробиться туда в профессиональный футбол. Единицы же попадают. Да, и совершенно верно, из многомиллионной армии, кто занимается футболом, попадаются. С кем ты не начинал, кто дошел до уровня хотя бы там премьерки, например? У меня в локомотиве был тренер Ренасаэрш Беллидин. Мы очень плотно и тесно общались с Диньяром Беллидином. Мы занимались в одном годе в одной школе. И вот, я считаю, достаточно хороший игрок. Добился намного больше, чем я на данный момент. Будете фанатом Рубина в ближайшее время. Смотрите, буквально тоже у нас две минуты. Совсем недавно, 20-го, приняли закон о болельщиках. Для команд первого дивизиона, где и второго, где, в общем, нет, конечно, такого ужаса, который иногда творится на Черкизово или в Лужниках с болельщиками. Как-то этот повлияет закон? Как-то люди себя по-другому будут вести? Или у вас нет таких проблем, Дим? Ну, в первой лиге таких проблем нет, потому что зрителей, так скажем, порой не набираем такое количество, чтобы могли подебоширить. Но фаеры тоже иногда появляются. Бывают, да, бывают, да. Я думаю, что, наверное, это как-то успокоит людей. Потому что все-таки это... Раньше это безответственно было, да, кинул, бросил, тебя показали, поругались, пошумели. А сейчас, я считаю, что, ну, правильно выходит закон, уже, соответственно, может быть уголовное дело, наказание. Но больше болельщиков, как ты считаешь, будет на стадионах после того, как ограничат вход туда для буйно помешанных? Я думаю, что нет. Не будет. Кто ходил смотреть на конкретные, коллективно конкретную команду, тот и будет. Вот, разговаривая даже с болельщиками, они говорят, что мы приходим на стадион, что мы приходим, это как на шоу. А шоу не получается, потому что там кинули, там потасовка, там то, все, пятое-десятое, и человек не получает удовольствия от просмотра футбола на стадионе. То есть он должен прийти на футбол ради футбола и быть уверен в собственной безопасности, и что футболист, уйдя с поля, тоже уйдет оттуда живым и здоровым. Да, совершенно верно. Пожелать хочется здоровья Антону Шунину каждый раз, когда мы об этом говорим. Закон о болельщиках, Владимир, в вашем исполнении что принесет? Ну, на мой взгляд, это дополнительный рычаг для клубов Лиг РФС, чтобы урегулировать и наладить эту ситуацию, вывести ее с той не очень хорошей, в которую мы попали, учитывая даже инциденты в Лиге чемпионов последний матч ЦСКА Зенита на выезде. Ну, а самое главное, что может изменить ситуацию с болельщиками, это, опять же, вопрос организации клубного хозяйства и Лиг, потому что сегодня клуб не зависит от болельщиков. Ни один директор клуба, ему не говорят, тысячу болельщиков больше собери на стадионе, тогда ты будешь работать в следующем году. Никому такая задача не ставится. У нас посещаемость с 2008 года падает на уровне премьер-лиги и интерес к футболу зрительному. И вот почему происходит? Потому что на болельщиках не зарабатывают. Это не основа клуба. Вот если у клуба есть болельщики, даже у него есть финансовые проблемы, он понимает, что за ним армия людей, которые могут каждый свой рубль перенести туда. И это хотя бы часть в западных клубах от 30 до 50, которая позволяет им выживать. У нас такая доля, если мы посмотрим премьер-лигу, ну, дай бог, чтобы у кого-то было 5% от расходной части. Что я вам хочу сказать. Хочется пожелать всем командам все-таки хорошего футбола, игрокам найти свой коллектив и не сдавать матчи, даже если им это предлагают, агентам, чтобы они не клали деньги себе в карман, а в первую очередь заботились о футболистах. Ну и, конечно, всем нам хорошего футбола. Спасибо вам. Спасибо. Услышимся через неделю.